Человек должен начать функционировать как система, которая соединена с кем-то. Понимаете, душа не может быть одна посвесована. Она всегда горит, когда она находится в энергии любви, в взаимоотношениях. Допустим, душа кому-то служит, она получает благодарность взамен. Ну, допустим, я готовлю своему мужу что-то. Я готовлю. Как готовлю? Готовлю, чтобы он был счастлив. Готовлю, готовлю. Вот. И если он благодарен, значит тогда душа жива, она становится счастливой. А если я что-то отнесу, то если он добрый человек, или увидел это ожидание, он меня сделает тоже счастливым. Но иногда человек настолько тяжело, что он не сможет сходить. Это значит, что я буду несчастным. Или несчастным. Видите, это означает зависимость от судьбы. То есть надо... Ну, мы все зависим от судьбы. Я тут говорю эти слова, но я на самом деле такой же. Я иногда сдаюсь на жену, что она мне ничего не делает. Я хочу... Она говорит, ты, где ты, ты, ты сам себя слушал? Обветить нечего. Иногда человек впадает в страдания, и он теряет знания в этот момент. Это неизбежно. Поэтому нужно кто-то, чтобы помог в этом мире. Нужна помощь. Мы всегда нуждаемся в друг друге, в Боге, в отношениях. Но нужно понять нам с вами, что такое стресс. Стресс — это когда меняется вся жизнь. Иногда человек страдает в это время, иногда не страдает. Но смысл стресса заключается в том, что человек теряет счастье от того, что он делает в жизни. Вот все, что у него было, оно перестало для него быть нормальной реальностью. Он не чувствует эту реальность. Просто она попрана. Причем попрана сверху и снизу. Это специально так сделано, чтобы мы глубже поняли, что такое жизнь. Так действуют высшие силы, чтобы мы поняли, что такое жизнь. Глубже. Потому что мы люди, мы не животные. Мы не можем жить просто заботами о своем проживании. О самой жизни. Мы должны глубже жить, глубже понимать, что такое жизнь. Глубже.